В-третьих, в принципе, сама идея о том, что мы с европейцами против Америки, она трогательная, но единственное, что можно вынести из всей нашей ещё советской истории, ежели кто с нами против Америки, то только за тем, чтобы нас потом в Америке продать. Это было в третьем мире. Вот все страны соцориентации так себя вели, стремительно уйдя от этой соцориентации, ещё и долги не вернули. А уж европейцами быть против Америки, ну, извините, даже не серьёзно, потому что они могут сделать вид, что они готовы на это. Но они даже и предпринимать на эту тему ничего не будут. Слишком большие экономические, финансовые, человеческие, какие угодно интересы. И здесь розеткой почётного легиона не перебьёшь. Здесь военные базы нужны. Когда у вас военные базы стоят на территории Восточной Европы, у вас есть худо-бедная, хиленькая такая структура, Варшавский договор или СЭФ, но как только, кстати, уберёте, распадётся в пять минут. Был же такой прецедент недавно. И мы постоянно американцев почему-то обижаем. Но они разгромили вместе с Советским Союзом Британскую империю, ближайшего союзника. Когда увидели конкуренцию военной техники у израильтян, изничтожили самолёт Лави, который был конкурентом Фантома. Как только увидели, что на нефтяном рынке что-то слишком много саудовцев, начали выходить на него стремительно сами, как экспортеры нефти. И сейчас Саудовская Аравия и банкротит эту сланцевую нефть. Это не плохо, чего мы им замечания делали. Это инстинкт. Погаси союзника, который может стать конкурентом. А уж противника, или тем более того, кто может им стать, как Россия, которая почему-то не разваливалась. Объединённая с Россией Европа – это хорошая идея. Я вообще люблю научную фантастику и фэнтези. Это скорее вторая область. Почему? По определению. Германия и Франция. Да-да-да, объединённая с Россией Европа. Это сильно сказано.